Ну, немножко расскажу про округ, общая характеристика. Значит, округ находится на юге Московской области. Включает он в себя несколько крупных городов. Это Подольск, Серпухов и Чехов. И также еще города-спутники немножко поменьше. Климовск, Протвино и Пущино. Округ достаточно сложный. Изначально онкологическая служба была представлена лишь отделениями в городе Подольске и первичными онкологическими кабинетами в перечисленных городах. Единственное, что в Серпухове находилось три онкологических кабинета, в остальных городах по одному онкологическому кабинету. Общее количество населения 651 тысяча человек. И, учитывая те поставленные задачи, естественно, возникла необходимость в укропнении и создании какого-то такого регионального окружного центра, который способен бы осуществить все потребности данного округа. Здесь как раз на этом слайде представлена маршрутизация и то, что удалось нам сделать. Ну, естественно, реорганизацию мы начали проводить с города Подольска, с Подольской городской клинической больницы. Значит, организовали онкологическое отделение торко-абдоминальное на 30 коек, также отделение опухоли молочной железы, кожи и мягких тканей 35 коек, онкологическое отделение коллапрактология 23 койки, оно и ранее существовало, в состав которой входит дневной стационар на 13 коек. Тут же понимая, что этих 13 коек не хватает для проведения химиотерапии, поэтому стали работать в две смены. гематология, также ранее существовавшая на 30 коек, и отдельные койки онкологические в отделении урологии 7 коек, в отделении гинекологии 8 коек, ну и также онкологическое диспансерное отделение с 5 кабинетами. Понимая, что площадь региона достаточно протяженная, и для удобства пациентов, и для с целью оптимизации, оптимальной маршрутизации, было в городе Серпухове создано онкологическое отделение. Никаких новых коек здесь мы не вводили. Ими в город Серпуховская городская больница имени Семашко имела порядка около 100 коек хирургических, поэтому просто выполнили перепрофилизацию. То есть из них выделили 40 коек для онкологического отделения. Не пришлось здесь, естественно, вводить новые койки, мощности, и, соответственно, не понадобилось финансирования. Единственное, что была необходимость согласовать объемы с фондом медицинского страхования, так как онкологические койки немножко дороже стоят, чем хирургические. Но, тем не менее, в целом это прошло безболезненно. Открылись 40 коек, которые стали функционировать. И как раз-таки на эти койки поток пациентов пошел из городов Пущино, Протвино и Чехово. Естественно, разделили мы по нозологическому принципу маршрутизацию. Пациенты с опхлюют патологией брюшной полости. Они как раз из перечисленных городов стали перемещаться в Серпухов, то есть получать там медицинскую помощь. И пациенты из города Протвино, Пущино, соответственно, из Серпухово проходят химиотерапию на тех 10 койках дневного стационара. Пациенты с онкогинекологической и онкоурологической патологией, они из этих городов госпитализируются в Подольскую городскую клиническую больницу, где оказывается помощь. И, соответственно, пациенты из города Чехово с соответствующей патологией и Климовска, также в городе Подольске. В городе Чехове имеется 15 коек, на которых осуществляется в основном химиотерапия, ну и также экстренная онкологическая помощь. Понимая, что нам необходимо не только создать эту маршрутизацию, но и те отделения, которые мы создали, нужно и объем помощи специализированной его значительно повысить. И поэтому нами были внедрены новые технологии, это эндовидеохирургические, эндоваскулярные и лечебно-дивностические мероприятия с использованием лучевого контроля. То есть все это было произведено для того, чтобы полностью на себя замкнуть округ, замкнуть весь цикл оказания онкологической помощи. И учитывая, что в 2017 году планируется, сдадут объект, который будет заниматься лучевой терапией, естественно, что весь этот онкологический цикл, то есть три кита, на котором они держатся, они будут замкнуты в одном регионе. Среди новых технологий это ляпроскопические, радикальные нефрактомии, естественно, с лимфодисекциями, эндоваскулярные у нас очень хорошо развиваются технологии, это селективная химиомболизация опухоли, эмболизация сосудов при кровотечениях. Очень мы активно используем как помощь при экстренных ситуациях, то есть это кровотечение из мочевого пузыря, маточные кровотечения. Речь идет о тех пациентов, ослабленных, которым невозможно выполнить какое-либо радикальное лечение, поэтому мы как раз применяем эти мини-инвазивные методы гемостаза. Ну и лечебно-диагностические мероприятия, естественно, что диагноз в современной онкологии не должен звучать только как наличие или отсутствие злокачественного образования, а также должен иметь четкую биологическую структуру и иммуногистохимическое подтверждение. Поэтому практически все локализации у нас идут со взятием адекватного материала для проведения соответствующих исследований. Также внедрены новые операции, которые мы активно используем достаточно в большом объеме. в основном из нового, что пришло, это онковорология, онкогинекология, операции на печени поджелудочной железы. Активно у нас идет сектор комбинированных операций с мультиорганными резекциями и нейрохирургические операции как в радикальном объеме, так и при метастатических поражениях позвонков с палеотивной целью. Еще один важный момент, который помогает нам в работе и позволяет пациентам избежать длительных путешествий в Балашиху, это создание окружной онкологической комиссии. В задачи окружной онкологической комиссии входит формирование окончательного диагноза, определение рациональной лечебной тактики, клинико-анатомические разборы соответственно, ну и самое главное, это выдача официального документа, регламентирующего лечебную тактику, включая в себя хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение. То есть благодаря этой комиссии пациенту нет необходимости ехать в вышестоящее учреждение для того, чтобы иметь аргументированный документ для получения химиопрепаратов. Это, опять же, значительно разгрузило нагрузку и на Балашиху, и удобнее пациентам, так как не приходится проводить длительное время в пробках. Дополнительные мероприятия, ну, как я уже говорил, организованы онкологические отделения, дневной стационар для амбулаторной химиотерапии. И вот третий пункт, очень важный момент, организованы магнитно-резонансные мультиспиральные компьютерные томографии с контрастным усилением в амбулаторных условиях. То есть для того, чтобы оценивать эффект от проводимой терапии и в динамике оценивать результаты лечения, пациентам нет необходимости госпитализироваться, и в амбулаторном режиме все это проводится. Создан банк данных, где имеются архивные снимки, и это нам позволяет отслеживать динамику процесса и понимать, что делать тактически дальше, продолжать то лечение, которое проводим, либо менять схему терапии. Естественно, выступления на телевидении, в печатных изданиях, агитационная работа проводится. И, как я уже сказал, уже создано онкологическое отделение в больнице Минисимашка, город Сербухов. Что-то уже не работает. Сейчас немножко продемонстрирую из эндоваскулярных методов лечения, что удалось нам достичь. Здесь пациент, имеющий базально-клеточный рак, достаточно агрессивная его форма, которая прорастает в кости черепа, уходит в полость черепа. И, естественно, здесь хирургический метод лечения, он крайне ограничен. Что удалось сделать? То есть удалось селективно провести химиоэмболизацию образования, от образования до эмболизации, и после эмболизации видно, что все сосуды, они перекрыты. И это была именно химия эмболизация доксорубицином. И в последующем это снимки уже через две недели. Эффект выявлен сразу. Единственное, что мы не сделали фотографии, но потом пациент приезжал к нам через шесть месяцев, у него активной грануляции, проявления опухоли в этой зоне уже не было. Стабилизация уже в течение года. Имплантация венозной порт-системы также полностью освоена, она уже стала рутинной. Имплантация артериальной порт-системы производим в данном случае. Это артерия гастродуаденализ для региональной химиоперфузии при метастазах в печень. Так это выглядит на рентген-снимки и схематично показано как это действует. И также мы активно развиваем палеоативную помощь нашим пациентам. Планируется у нас, кстати, и открытие отделения палеоативной помощи на 30 коек. Здесь представлена пациентка, которой установлена передуральная порт-система. Это пациентка с хроническим болевым синдромом после тазовой висцерации. Далее у нее прогрессирование, метастазы в тазовые кости. И вот этот хронический болевой синдром был купирован благодаря установке передуральной порт-системы. Благодаря чему пациентка не нуждалась уже в нахождении в стационаре. Она самостоятельно дома могла отрегулировать ту скорость перфузии, которая необходима для обезболивающего эффекта. Это снимок операции брикера и реальный кондуит. Здесь, видимо, случайно попал этот снимок. Не планируется, вы представите. Это пациент также с метастазом в позвоночник из невыявленного очага. Активно мы развиваем и это направление. То есть пациент лежачий, который не передвигался, поступил к нам. Выполнено обследование, выявлен источник проблем. То есть это был метастаз в третий поясничный позвонок. Также было выявлено тромбоз подвздошных вен. Поэтому был предварительно перед операцией установлен кавофильтр. И затем уже выполнено удаление позвонка с опухолью и фиксация с замещением протезом и задняя фиксация. После этого пациент встал на ноги, ходил, получил прекрасное качество жизни, получал химиотерапию, но прожил год. Ну и план развития, дальнейший план развития у нас представляется, естественно, что для того, чтобы повлиять на заболеваемость и на результаты лечения, необходимо развивать первичное звено. И в данной ситуации это являются не только первичные кабинеты, но и терапевтический прием врачей, то есть все врачи первичного звена. Поэтому необходимо проводить обучение врачей, создавать методички, проводить методическую работу и агитационную работу в СМИ. Необходимо организовать комплекс лабораторной инструментальной лечевой морфологической диагностики. Кстати, морфологическая диагностика это тоже один из пунктов, на который следует пристальное внимание, так как без полноценной морфологической диагностики иммуногистохимической мы не можем проводить полноценное и рациональное лечение. Здесь я уже не буду подробно останавливаться на этих пути, которые мы для себя наметили. И то, что уже сделано, я вам рассказал. Ну и единственное, что в перспективе нас ждет, это как раз открытие онкорадиологического центра. Открытие его планируется на третий квартар 2017 года. Что в этом центре будет происходить? Здесь имеется ПЭТ-диагностика, МРТ, КТ и лучевая терапия. Ждем с нетерпением для того, чтобы мы уже полноценно могли работать и оказывать онкологическую помощь населению первого округа. Спасибо за внимание. ВОЛНИТЕЛЬНОМ ВОЛНИТЕЛЬНОМ